Привет всем, друзья! Меня зовут Тальтер, вы находитесь на канале CheckerOut. Это реакция на GG Show, главный герой шоу. Восьмой выпуск. Прошлый, седьмой, мне очень понравился. Он был очень интересен, он был забавный. Главный герой хорошо отыгрывал. Посмотрим, как справится с этим Мейржан Турибаев. Видос сохранился кое-какой. Ладно, давайте смотреть. Восьмой выпуск. Дорогой зритель, сейчас перед тобой предстанет шоу коротких фильмов «Главный герой». И если тебе нет 18 лет, то съебаться дохуй. Давай, выключай краны и шоу-ру отсюда. Но из тебя есть 18, то приятного просмотра. Спасибо. Здравствуйте, Мейржан. Как вы решили принять участие в нашем шоу? Ну, во-первых, я ваш выпуск первый в Ютубе увидел. И мне как бы возник... Сейчас, можно, пацан? Алло, быстро. Че, подгузники? Да, рекламирую. 300 тысяч стоит. Ну, че, если... Если хотите, с данной, с женой моей, то... Да, ты где, наверное? Почему так дорого? Ну, может, ей бабки нужны, я откуда знаю. У меня 300, все, там дальше ваши проблемы. Скидки не делаю, не делаю. Сейчас какашки потекут, там протекать будут, потом мне мама будет звонить, да? Все, давайте. Извинки. Какие роли вы бы хотели сыграть? Замечательные подгузники впитывают до 80% жидкости, влаги. Сватните вверх и просмотрите всю информацию. Извинки, друзья, просто... Какой вопрос, какую роль бы я хотел, да? Ну, вообще, я вот с детства... Извинки, извинки, быстро, быстро отвечу. Извинки. Алло, да, быстро. Видели рекламу про подгузники? Да, я снимал. А, хотите такую же, только про ресторан, да? 300 тысяч. Чтоб жена участвовала тоже, да она? Ну, это лям 300 будет, брат. Ну, ее откуда знают, может, ей бабки нужны? Я тоже не согласен, что цена завышена. Не развелись, мы общаемся, просто хата большая, редко видимся я с ней. Все, давай, звоните. Извинки, друзья. Что бы вы хотели донести своей ролью до зрителя? Ну, не важно, какой ты человек, важно, какая у тебя цель в жизни. И чтобы достигнуть эту цель, тебе поможет фитнес-зал у Дильбары. Сватните вверх и посмотрите всю ссылку про информацию про фитнес-зал, ребят. Все, давай. Правда, записал, да? Отправьте это видео, пожалуйста. У тебя же качество получше, да, брат? Уф, Миржан, вы запарили уже со своей рекламой. Может, для нашего шоу что-нибудь сделаете? Вообще напрягают блогеры. Уважаемые друзья, если вам нужен красивый женский голос для озвучки рекламных роликов, то переходите на их профиль, друзья. Нормально? О, Миржан, спасибо большое. Все, давайте снимать. Все, все, я свое сделал, вы свое. Поехали. Или что, у меня есть время, я подгузник сниму, пойду? Есть время? Ван-Ван студию представляем. Gigi Show the главный герой. Растислав Яшенко, Ченгиз Султанов, Айбери Чотанова, Нур Султан Курсан Али Улу, Али Нур Абдегандыков, Главный роляк Дерижан Тулебаев. Простите. В общем, там, брат, такая тема. Вот эти груза, которые придут в Тбилиси, нужно будет распихать по твоим точкам, ты понимаешь? И чтоб твои пацаны проследили, да, за всем караваном, ты понимаешь? Все, без проблем, братан. О, бедолага! Добрый день. Ваше меню? Ага. Ну, братан, опять все упирается в бабки. Нет, нет. Я объясню. Подожди, подожди, подожди. Деньги ни при чем. Там главное уважение, понимаешь, перед людьми. Если будет уважение, будут и бабки. Я извиняюсь, я извиняюсь. Все? Да, 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 все. Спасибо большое, Миржан. Я просто официант. Ну, да, да, просто официант. Все, мы закончим, да? Ну, все, продолжаем. Такой братан. Там столько ребят будут бегать. Подожди. Не-не-не, подожди, подожди. Эй, подожди. Я что, просто официант, что ли? Ну, да, что-то такого. Вы столько времени меня звали, чтобы я просто пришел меню вытащить, что ли? Ну, слушай, у тебя не плохо получается. Вы что, угорайте, ребят? Мне там съемки горят, у меня ресторан стоит. Ребят, я жену, детей не вижу. Я вижу только, когда вайны снимаю, и все. А вы меня позвали просто меню вытащить, что ли? Ну, ладно, давай роль поменяем. Поменяйте, конечно, дайте мне слова. Я сейчас так вам задвинул, пробьет вас конкретно. Мне за спиной такие проекты, ребят. Вы че? Ну, все, извини, хорошо. Так-то я самородок. Играю круто. Хорошо, поняли, давай поменяем роль. Все, меняем роль! Затягивай. Как? Что там? Семь человек на крыше, четверо с заложниками. Шесть в основном зале. В основном Калашниковой, РПГ и гранаты. Возможно, снайпер. Я думаю, будет непросто. Слышали, мужики? Там заложники. Они убили нашего брата Билли, нашего напарника. Кто-то скажет, их место за решеткой. Я скажу одно. Они до туда не дойдут. За мной! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Э-э-э! Так, подожди, ребята. Вы че, вообще охренели что ли? А? Кстати, я там заказы принимаю. Тебе меня вначале убивают что ли? Не-не, ну ты же сам хотел вдохновенную речь произнести. Не, ну не вначале что убивать меня? Чуть-чуть поиграть хочу я. Давай меня с кем-то роль поменяйте мне, пацаны. Не пойдет так? Цирку строили. Ладно, ладно. Давайте меняемся ролями. Давай поменяйтесь. Слышали? У них заложники. Они убили нашего брата Билли. Ой, да-да-да, они убили, мы все злые, ты злые, я злые. Убивать надо ехать. Эй, короче, идите все нахуй со своим кино. Э-э, братан, братан, подожди, ты куда? Заебали, блин. А че вы меня в конце убиваете, в начале убиваете? Не, ну слушай, это такого жанра, кино здесь всех убивают. Давай че-нибудь нормально снимем, не фантастику это же есть? Че-нибудь историческое? Дастика. Ну так, чтобы меня там в начале не убивали, чтобы вообще не убивали меня. Чтоб я вообще бессмертный был там. Хорошо. Да могли убить меня. Хорошо, хорошо, давай, давай, только не напрягайся, пожалуйста. Хорошо. Да ехали, блин, в начале выбежал, убили, в конце выбежал, убили. А это несправедливо. Кого-то что, снайпер за мной сморсит что ли ты? Не знаю, я тоже, блин, умираю. Были далекие времена. Три бравых воина возвращались с войны. Они были единственными, кто выжил и торопились сообщить родной деревне о победе. Первый воин был самым метким. Он мог попасть стрелой в глаз летящей птицы и молва о нем простиралась до бескрайних морей. Второй воин лучше всех владел мечом. Никто не осмелился выйти с ней в бою один на один, потому что заведомо знали, что проиграют. Ну и наконец последний. Третий воин. Был самым сильным. Э, подождите. А я что, тут просто голос оказывается, да? Я так и думал, да. Слушай, ну ты же сам так хотел, чтобы историческое было и чтобы тебя вообще убить не могли. Э, рот, ну закрой. Вы что, в конец охуели, пацаны, а? То есть пока эти пацаны в доспехах на природе там эпично шагают. Я тут в студию из указаписи чё должен запах носков чих-то нюхать, а? Слышь, может продолжим путь, а? Нам в деревню нужно сообщить, что война закончилась. Ладно, давайте продолжим. И шли они к своей деревне. Вдруг все трое неожиданно упали и умерли от сперматоксикоза. И лишь один скинул руки вверх и крикнул. Почему мы такие голбоёбы? Так стоп, стоп, стоп. Ладно, ладно, я понял. Всё, твоя взяла. Давай другую роль дадим тебе. Вот другое дело. А то всякую херню занимаетесь, скажи, с вами. Давайте нормальную роль. Вот это нормальная роль? Конечно, братан, это же джокер. Вот я понимаю, тема, вот реально. Ну всё, давай, учись словами, но через весь начнём, хорошо? Всё, давай. Я не понимаю, этот мир или я... Можно напомнить текст прождался, братан? Я не понимаю, этот мир или я схожу с ума. Всё, 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 нормально. Я не понимаю, этот мир, телеканал или... О, ё-моё, братан. Давай заново сделаем, заново, братан. Всё, я попутал, попутал. Телеканал вспомнил. Не, я всё понимаю. О! Извянки, пацаны. Я не понимаю, это я или, блядь, мир сошёл с ума? Подожди, там не было матов. А, там нет матов, что ли? Нет. Такое ощущение, что мат был там. Я не понимаю, это я или мир сошёл с ума? О-о-о! О-о-о-о! Так-так, стоп, стоп, стоп. Блин, он же так не смеётся. А, да? Так вот? Кошмар! Не то, да? Нужно, чтоб твои пацаны проследили за всем караваном, ты понимаешь? Да, без проблем. Бедолага. Ваше меню. Ну, смотри, братан, там все опирается в бабки. Стоп, снято. Спасибо большое. Мейер Жан? Да. Все нормально? Что-то настроения нет? Да, классно. Все нормально. Мне нравится. Точно, да? Да, нравится. Роль нравится? Отличная роль, отличная. Очень нетрудная. Хотите еще раз? Дубль нужен? Нет, нет, ты отлично вынес. Операторский дубль не нужен? Нет, нет, отлично вынес. Спасибо, молодец. Отлично. И в итоге вот так все и получилось. Окей, окей. Девчонкам у них тоже были подмены? Сынок! Да, пап? Иди сюда. У, батя. Идись. Ты у меня парень взрослый же. С тобой по-взрослому можно поговорить уже, да? Куришь? Нет, пап, не курю. Что ты мне лечишь? Знаю твою компашку. Все куры, значит, тоже куришь, да? Нет, я не курю. И они не курят. Они нормальные, пап. Чего ты мне врешь, а? Куришь же! На. Зачем? Кури давай. Я не курю, пап. Давай, давай. Лучше уж при папе кури, чем не попал там ходить бычки собирать. Ты радуйся, что папа у тебя такой добрый. Другой бы навалял тебя. Ну, пап, я реально не курю. Сынок, папа был молодой. Папа все понимает. Лучше уж при папе кури. Давай. Осторожнее. Осторожнее, говори. Аккуратней, аккуратней. Дед, дерзко кури, чтобы стыдно не было. Пей давай. Да, пап, я не пью. Ой, ты не заливай, а. Не заливай мне. Знай от твою компашку. Хуете, пьете там всякую паленуху. Потом еще тебя по больницам откачивай. Лучше уж при папе пей. Папа оригинал берет. Папа был молодой. Папа все понимает. Пей давай. Да, пап, может, не надо? Я реально не пью. Так, так, так. Не учи папу воспитывать сына. Будешь ночью своего сына ждать. Придет он пьяный, облеванный со своей компашкой. А я не буду. Так что уж при папе пей. Залпом. Нос закрой. Ой, не надо придуриваться, а вот не надо. Залпом надо. Ну, молодец. Штрафной. Может, не надо? Ладно. Хочешь звездочки брошь туда? Ага. Че смотришь? Знаю твою компашку. Барыги одни. Завтра подсунут деньги к бараньей какашке. Будете от него кайфовать. Лучше уж при папе. Мне так спокойней будет. Ну, я не умею это, пап. Не умеешь? Учись. А то завтра огрызки тебе научат. Лучше пускай папа научат. Давай. Пап, может, не надо? Ты это лучше своим компашке скажи. Знаю я их. Подсунут тебе какое-нибудь доместос, потом будешь всю жизнь ворамьям фиги показывать. А так лучше при папке давай. Все, соберись давай. Пошел, смелее. Ну, я не хочу, пап. Не хочет он. Знаю твою компашку. Набухайте, потом сразу захочется все. Ходите ко всяким бомжикам приставить на улице. Потом все за раз домой несете. Букет винилических болезней вместо члена. Залупа будет синяя, как у Фантомаса. А откуда ты знаешь, что так будет? Папа был молодой. Папа знает. Все, Илья, сейчас опять зайду я. Ну, тогда, может, ты лучше зайдешь? Я через час лучше зайду. Все, давай. Че ты? Солныся. Аккуратно трусы снимем туда на полку. Затем он сверху будет. Знаю твою компашку. Сейчас деньги не закончат на всякую дрянь. Пойдете на какой-нибудь докопаетесь и шторонете. Лучше уж при папе. Папка плохого не пожелает. Не сын, а. Че, прям пойти шторонуть, что ли? Конечно. Подходишь, штыряшь, телефон отбираешь и все. Давай быстрее, буду. Че, есть телефон? Че, есть телефон? Че, я наделал, блядь! Ты че, еще материшься, что ли? Вот я знал, твоя компашка тебя хорошую не научит. Понятно тебе? Все, тихо, поехали. Знаю вашу компашку. Ходите там, шторонете кого-нибудь. Потом они придут мстить. Бошку проломят вам. Будешь потом ворона факью показывать. Лучше уж батя проломит. По-доброму. Зато будешь в PUBG хоть со мной играть. Медсестра, у вас капельница закончилась. Уже в воздух пошел. Ладно, воздух тоже полезен. Кислород кровевой. Чем по горам ходить, лучше так кислород получить. На твою компашку. В один день поймет, че назад ходу нету. С ума все там посходите. Ступите там в террористическую организацию. Поэтому, как я тебе и говорил, лучше уж при папе. Но это уже слишком, пап. Ни хуя не пап. Нет отцов, нет детей. Есть только одна общая миссия. По машинам. Та ебилая. Глупо получилось, да? Я ж хотел как и лучше. А получилось как. Но, сынок, знай. Я все равно остаюсь твоим отцом. И так же продолжаю заниматься твоим воспитанием. Я твою компашку знаю. Сейчас загремите толпой, они тебя сразу сдадут. Поэтому давай так. Лучше уж папа тебя сдаст, чем какие-то чертоплясы с улицы. Командир, он признался. Все, забирайте его. Он всю вину берет на себя. Папа! Это его план. Закрой рот, пап. Кто тебе папа? Начальник? Папа! Алло! Чего папа? Чего папа? Из-за таких, как ты, экономика в стране падает. Тварь поганая. Фу, ё-моё! Папа! Чмырюга! Где он там? Начальник? Папа! Да уж. Хороший папа. Здравствуй, наш уважаемый зритель. Обычно в нашей передаче «Интересные люди» мы рассказываем про людей, которые сделали какое-то открытие или что-то поистине великое. Но этот выпуск будет необычный. В этом выпуске мы покажем вам и расскажем про человека, который в этой жизни не сделал ни хрена. Сапарбек Айдосов. Обычный парень, который вырос в городе Алматы. С самого детства он отличался от своих сверстников тем, что ни хрена не делал. Многие мальчики в его возрасте беспокоятся по поводу того, что они сидят на шее у своих родителей. А вот мой Сапарбек не такой. Он вообще не волнуется по этому поводу. Вот тут мы его из роддома домой принесли. Ему годик. Лежит. А вот тут ему два года. Лежит. Ему три годика. Он все лежит. А вот ему 19. Лежит. А я считаю, что в мире много людей, которые до хера делают. Значит, должно быть столько же людей, которые ни хера не делают. Ни хера не делают – тоже дело, по идее. Да? Согласен. Прошло два года. Прошло уж ровно два года с тех пор, как мы снимали свой репортаж про Сапарбека Айдосова, который в этой жизни не сделал ни хрена. Он бы, конечно, мог на этом остановиться, но нет. Он создал видео сообщества «Сапар против» на платформе YouTube. Всем привет, друзья. Это канал «Сапар против». Вон они, пойдем. Иди сюда, иди сюда. Эй! Че здесь устроили? Че работаем, а? Здесь люди кайфуют. Братан, хороший инструмент. Убери, убери инструмент. Че такое это все? Подожди, подожди, братан. Мы просто работаем, никому не мешаем. Еще раз говорю, нельзя работать. Кайфевать надо. Сколько детей гулять здесь, смотри. Сейчас увидишь, а ты работаешь. Ты какой пример не даешь, а? Вот ты молодой, красивый, нормальный пацан, а уже трудоголик. Блин, братан, мы просто думали, пока никто не видит, что работал. Не надо, не надо. Смотри вон, гаишник. Видишь, да? Стоять на перед глазки и вообще не работай. Точно так жить же можно. Ты камеру убери, давай. Камеру не дрожь, не дрожь, не дрожь. Эй, эй. Эй, эй, эй. Эй, эй, эй. Эй, эй. Эй, эй, эй. Видели, да? Видели, а? Че трудоголики делают? На нормальных людей бросаются. Вообще, пистит, с ума посходили со своими трудовыми книжками. Уроды. Эй, эй. 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 Он, ну, что, гаишника оформляет, что ли? Эй. Быстро взятку взял. Тебе говорю. Пойдем снимать. Тоже пойдем, поснимаешь? Прошло четыре года. Прошло ровно четыре года с тех пор, как Сапарбека Айдосова за хулиганское поведение задержали в парке. Но его это не остановило. Он понял, что в его нелегком деле нужен более серьезный подход. Он начал оттачивать свои навыки и прострадал херней еще несколько лет. Затем он открыл свою компанию. С тех пор ни хрена не делаем. И Ко крепко закрепились на рынке. О, привет. Снова вы, что ли? Что, опять про меня что-то снимаете? А, вот там пиздец ни хрена идет, пацаны. Ну, уважаю, уважаю. Что вам рассказать про мою компанию? Вот она. Ни хера не делаем и компания. Ну, что сказать, вот в нашем штате уже 164 человека. Все наши сотрудники уже все опытные распиздей. Все. Некоторые начинали у нас с нуля, конечно, я сам был свидетелем. Но есть работники, которые у себя на прошлых работах уже ничего не делали. Представляете? Уже. Таких мы очень ценим. Это профессионалы. Я рад, что нам удалось собрать такую команду профессионалов. Оно не говорит, ты какой-то урод. Я от тебя ухожу. Я говорю, мам, ну куда ты пошла? Прошел год, как мы покинули основателя компании, ни хера не делаем, Сапарбека Айдосова. Но он достиг такого уровня, что сейчас баллотируется на выборах в сенаторы. Поэтому, если вы выберете меня, то я обещаю ни хрена не сделать для каждого избирателя. Каждого. Вот это вот ваше ни хрена не делание, это прошлый век. Мы предлагаем перейти на новый уровень. Мы предлагаем ни хрена не делать и пинать хуи. Так, подожди, 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 подожди. Вот это заявление теперь нужно... Не, это запрещенная программа. Надо будет отвечать. По конституции запрещенная программа. Я бы ей сам воспользовался. Делай тогда! Че ты не пинаешь хуи? Пинай давай! Послушайте, я за свою жизнь ни хрена не сделал. Я ни хрена не сделал для своей семьи, ни хрена не сделал для своих друзей. Даже когда моего друга поймали бандюги, посадили на бутылку, я ни хрена не сделал. И тут появляется кто-то моложе меня, кто-то лучше меня. Ну, это жизнь, такое бывает. Да? Такое бывает. И если я сегодня проиграю, значит, что я сделаю? Знаете? Ни хрена не сделал. Все, до свидания. Ну, слабовато. Если в целом сказать по сравнению с прошлым выпуском. Так, ну что, ребят, как вам новое шоу «Главный герой»? Мне кажется, норм шоу. Ну, норм. Не знаю, по-моему, полное дерьмище. Шутки слабые, перетянутые. Да они даже Собурова позвать не могут. Да, да, да. Еще и актеры долбоебы. Да, факт, факт. И самое главное, сколько можно повторять эту фишку с замиранием в конце? Ой, не говори. И как мы будем с этим бороться? Придумал. Давайте вот это все напишем им в комментарии. А они даже не обратят на это внимание. Ну и тупо они сидят, в общем. Ничего не изменилось. Так. Слабее этот выпуск, чем предыдущий. Но забавный. Забавное было и в начале, и концовка. Про ничего не делание. Это даже там вот какая-то правда есть. Про отца это, конечно, ну вообще местами жесть. Что там творилось вообще. Ну, я понял смысл надписи в начале. То, что это просто юмор. И вообще не повторяйте ничего дома. Имею ввиду запрещенных веществ и так далее. Вот. А так, ну в принципе, нормально. Я не знаю, что сказать. Актер, в принципе, неплохо справился с ролью. Так. Где он мне больше понравился? Угу. 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 Наверное, в первом. В первом. В первом. Эпизоде. В первой. Казметражке. Он мне понравился больше. Остальные. Ну так. Это все. Я не знаю, что еще сказать. Просто забавный, нормальный такой выпуск. Как вам? Пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Что-то забываю сказать. Ну ладно. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.